Здравствуйте! Армейские полноприводные автомобили в советской истории – это даже не том, это огромный многотомник. А отдельный толстый том – это вот такой вот Урал-375. Автомобиль знаменитый, в каком-то смысле даже легендарный. Это стандартная машина, стандартный бортовой Урал-375 аж 70-го года. Но проектирование этой машины начали еще в 56-м году в НАМИ как автомобиля совершенно нового, ни с чем не связанного. И в 57-м году группа московских инженеров выехала в МИАС, на завод, где предстояло делать такие машины, где там автомобиль, конструкцию НАМИ доводили. А вернее, в общем, очень серьезно переделывали. И в результате в 61-м году начали понемногу серийное производство вот таких автомобилей. Надо сказать, что пять лет вот с момента начала проектирования до серийного производства для Советского Союза – это очень небольшой срок. И уж тем более потому, что ради этой машины имело смысл серьезно работать. Итак, это Урал 70-го года, то есть, представляете, ему больше 50-ти. Это стандартная бортовая машина с тремя лавками пассажирскими в кузове. Но внимательный взгляд наверняка тут же видит некую странность. Это вот эти вот указатели поворотов. 70-й год. В Советском Союзе еще не было ГОСТа, требующего обязательных оранжевых указателей поворотов. А эта машина экспортная. Она сделана специально для армии ГДР. Вообще, 375-е Уралы, они служили в очень многих армиях. И служат, между прочим, до сих пор. Вот, например, в армии Ирана до сих пор есть 375-е Уралы, правда, уже с установленными там на месте более современными дизельными двигателями. А уж в соцстранах в советские времена таких машин было очень и очень много. И особенно много их было в армии ГДР. Конструкция 375-го Урала для армейских автомобилей довольно необычна. У него постоянный полный привод. То есть, условно говоря, как на Ниве. Не подключаемый передний мост, как у большинства армейских грузовиков отечественных, а постоянный. Но на ранних машинах, вот примерно с 61-го по 64-й год, привод был подключаемый. Но от этого потом отказались. Вообще, в 64-м году произошли некоторые изменения. Пока машины делали в небольших количествах. От подключаемого полного привода отказались. В результате здесь, кстати, все редукторы, все три редуктора унифицированы между собой, что очень удобно и в производстве, и, естественно, в ремонте и обслуживании. А еще до 64-го года Урал имел брезентовую крышу. То есть, это был такой грузовик-кабриолет. Это была тенденция. Такие машины делали фактически все советские заводы. Ну, или почти все. Идея состояла в том, что машина для десанта должна быть максимально низкой для погрузки в самолеты. И у нее была, повторяю, брезентовая крыша и откидывающееся вперед ветровое стекло. Но в 64-м году от этой конструкции отказались. Самолеты ведь тоже становились другие. И уже пошли вот такие вот машины с цельнометаллической кабиной. И вот под капотом такого армейского гиганта стоит бензиновый двигатель. Бензиновый. Модели ЗИЛ-375. Это вариация на тему двигателя ЗИЛ-130, хорошо известного массового выпускаемого. В-образная восьмерка на ЗИЛ-130. Это был шестилитровый мотор. Диаметром цилиндра 100 миллиметров, поршня 95. Здесь диаметр увеличен на 8 миллиметров. Литраж, соответственно, вырос до 7 литров. Мощность этого двигателя по сравнению с мотором ЗИЛ-130 подняли со 150 до 180 лошадиных сил. Который этот мотор развивает при 3000 оборотах в минуту. А максимальный момент у него, между прочим, 475 ньютона метров. С этим мотором связана еще одна забавная история. В ранних инструкциях к Уралу 375 писали, что рекомендуемый бензин АИ-93. То есть самый дорогой на тот момент бензин. Но дело было не в том, что он дорогой. Потому что армию никогда, собственно, цена топлива не интересовала. Дело было в том, что в глубинке, в советской глубинке, этого бензина просто не было. И вдруг с какого-то момента, по паспортным данным, стали писать бензин А-76. При том, что никакие параметры двигателя не изменились. И с самого начала, кстати, степень сжатия этого мотора 6,5. Ровно такая же, как у мотора ЗИЛ-130. Вот, тем не менее, случилась такая метаморфоза. И стали писать бензин А-76. Паспортный расход топлива этого гиганта – 48 литров на 100 километров. Иногда писали, осторожно, около 50 литров. Но знатоки, люди, которые служили и ездили много на таких машинах, рассказывали, что было понятие «сто на сто». То есть в тяжелых условиях такой автомобиль способен был съесть 100 литров на 100 километров. И вот эти вот два бака, основной бак, 300-литровый, и дополнительный 60-литровый, то есть общая сумма 360 литров, в этой ситуации уже не кажутся такими гигантски большими. В 77-м году стали понемногу, параллельно с бензиновыми машинами, выпускать дизельные. Но делали их относительно мало, а бензиновые продолжали выпускать аж до 93-го года. У этого двигателя было несколько важных достоинств. Во-первых, мощностные характеристики. А во-вторых, этот мотор славился надежностью и долговечностью. И был известен, досконально известен, как армейским, так и гражданским ремонтникам по всей стране. Вот еще главные признаки того, что этот Урал экспортный. Здесь все таблички, все три таблички на немецком языке. И еще один признак экспортной машины – это вот здесь, над правым местом, командирский люк. Идея состояла в том, что здесь можно было организовать огневую точку, скажем, установив пулемет. Ну или, например, командир мог смотреть куда-то далеко вперед. Здесь, в общем, стандартные приборы. Это манометр системы тормозов, а это манометр системы регулирования давления в шинах. Как и в других армейских грузовиках, здесь давление регулируется в пределах от полатмосферы до 3,2 атмосферы. Здесь стоит кран общий. А вот тут, под панелью приборов, шесть отдельных кранов. То есть на каждое колесо отдельный кран. Можно каждое колесо увеличивать давление или уменьшать отдельно. Ну, например, скажем, в запасном колесе рекомендовали держать давление 2,5 атмосферы. Если вдруг вы его поставили на автомобиль, то в нем можно поднять давление до рабочего 3,2. Плюс еще на каждом колесе есть отдельные краны, которые перекрывали на стоянке для того, чтобы давление из колес не уходило. Напоминаю, что здесь постоянный полный привод. Но рычаги управления трансмиссией здесь есть. Вот этот рычаг, это понижающая передача, понижающая 2,15, повышенная 1,3. А это рычаг блокировки межосевого дифференциала. То есть блокировки между передним мостом и задней тележкой. И плюс здесь стоят межколесные самоблокирующиеся дифференциалы. То есть трансмиссия здесь сделана очень и очень серьезно и очень и очень грамотно. А еще здесь есть вот такая вот штука. Пневматический звуковой сигнал, чтобы знали, кто едет. Конечно, менять запасное колесо, устанавливать его на автомобиль. На Урале занятие то еще. Вот стоит запаска. А солдат ведь он тоже человек, хоть и солдат. Но Урал к солдату все-таки гуманен. Вот этот вот кронштейн, этот держатель запасного колеса имеет гидропривод. Причем сделан он хитро. Он завязан на гидроусилитель руля. Поэтому делается это так. Когда автомобиль стоит на месте, вот здесь есть кран, который открывает эту систему. И поворотом руля влево или вправо кронштейн опускают или поднимают. Увы, но показать я этого, к сожалению, не могу. При очередных испытаниях, уже современных испытаниях этого автомобиля, кран в сугробе отломили. Ну, единственным в оправдании могу себе сказать, что это был не я. Конечно, управлять этим зверем нужны определенные навыки. Но постоянный полный привод – это очень хорошо. Не надо задумываться, когда что включать, когда что выключать. И не надо менять навыки управления. То есть ты привык один раз к поведению этой машины, ну и едешь. Плюс, как я говорил, здесь есть колесные самоблокирующиеся дифференциалы. И это очень хорошо. В инструкции подробно расписано, на каких скоростях, с каким давлением в шинах можно ехать. 75 километров в час – у Урала максималка. И в 75 километров в час можно ехать с полным давлением – 3,2 атмосферы. При этом глубина снега, как написано в инструкции, должна быть не больше 400-450 миллиметров. А дорожный просвет у нас здесь – 400 миллиметров. То есть мерить современными нормами – это примерно два нормальных кроссовера. Ну а в запасе у нас еще понижающая передача и межосевая блокировка, которые, в общем, здесь пока не очень нужны. Тормоза у этого автомобиля, кстати, довольно хитрые. Они пневмогидравлические. То есть здесь два пневматических цилиндра, которые действуют на два главных тормозных цилиндра. Причем сделано это так. Один тормозной цилиндр действует на оба контура – и вперед, и зад. А второй действует на заднюю стележку. То есть там сзади тормоза продублированы. Наименьшая скорость на этом автомобиле допустимая – 10 километров в час. Это рекомендовано по болоту или увлажненной луговине. Что звучит, на мой взгляд, не менее страшно, чем болото. Вот такой Урал не случайно стал одним из главных символов мощи советской армии. Поэтому его очень часто снимали в кино армейских мирных будней. Но ведь эта машина послужила и на настоящей войне в Афганистане. И именно там Уралы получили прозвище «Метр жизни» из-за длинного, сильно выступающего капота, который давал шанс экипажу выжать при наезде на мину. И в этом смысле Урал выгодно отличался от КамАЗа. Конечно, объем обслуживания этой машины был гигантский. Несколько десятков страниц в инструкции этому посвящено. Но все-таки лучше копаться с Уралом, чем чистить картошку или отмывать алюминиевую посуду в столовой. Ну или тем более стоять на тумбочке в дневальном пороте. Уж лучше вот копаться с ним, на мой взгляд. Хотя у нас в армии тех, кто служил в автороте, не случайно называли «мазуты». Но это все-таки не самое страшное. В общем, конструкция Урала-375 оказалась очень удачной и жизнеспособной. Вот такие вот бензиновые автомобили, напомню, делали аж до 93-го года. Конечно, говоря об удачности и жизнеспособности, надо иметь в виду, что эта машина не для скоростных шоссе, и, конечно, не для города. Но она это прекрасно сама знает не хуже нас. Нынешнее время такой хищник, пожирающий бензин ведрами, конечно, выглядит архаикой. Таким неким динозавром. Но нам этот автомобиль интересен другим. Он нам интересен тем, что он не просто свидетель тех давних событий. Он участник той истории, очень далекой, теперь почти мифологичной. Вот этим нам этот автомобиль и интересен. Всего вам доброго. Смотрите наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok